Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас утро, и я вам сейчас хочу все-таки провести рум-тур по нашей квартире, показать, какая она, да и самой просто потом пересматривать будет интересно. Наконец-то мы разобрали все вещи, все коробки. Еще, конечно, что-то лежит. Скажу сразу, очень тяжело содержать 100 квадратов, получается, этой квартиры. Это просто трэш. У нас еще здесь не работает робот-пылесос, почему-то его не получается подключить к этому Wi-Fi. Не знаю, Сережа еще будет разбираться в нем, но пока все своими руками. Так что пойдемте туда к двери и будем начинать. Собственно говоря, да, вот мы заходим, здесь у нас коридор, в коридоре у нас стоит коляска, здесь стоит мусор, извините, его надо вынести. Первая дверь сюда, это гостевой туалет. Честно сказать, мы сюда вообще не заходим. Здесь еще много всего надо доделывать, например, повесить полотенце, не знаю, какую-нибудь вкусную пахучку сюда купить, освежитель воздуха, потому что в этом туалете его нет. Вот, но мы, честно говоря, сюда не заходим, а гости к нам тоже заходят. Чего мы не заходим? Гости заходят очень редко. На лампочке мы хотим заменить, на кухне мы уже начали это делать, здесь просто очень холодный свет, и он мне жутко не нравится. То есть такое ощущение, как будто ты в больнице находишься, хочется какой-то более нейтральный свет, и не теплый, и не холодный. Чего включим? Это не включается, подожди, мама рассказывает. Здесь у нас вешалка с вещами, получается, там ключи хранятся, вот именно мишка, на мишку. Вот, там у нас внизу обувь, ну и здесь еще вот две коробки, которые надо пристроить, там, ну, все, что такое ненужное, например, какие-то части от коляски. Здесь у нас гостиная, мы немножко внесли уже свои изменения, мы пододвинули диван, он был, получается, подстроен под вот это все, ну, то есть здесь предполагается, что будет телевизор, и, соответственно, диван был как бы тоже посередине. И этот столик тоже, но надо было куда-то вместить игровую Эмми. По сути, эта комната нам с Сережей очень напоминает ту комнату, где мы жили до этого, то есть прям, по сути, один в один. Такое же окно, такой же балкон, расположение прям одинаковое. Диван, очень удобный, большой угловой диван с подушечками. Сейчас, извиняюсь. Здесь прям отдыхать одно удовольствие. Мой единственный минус, конечно, то, что здесь стоит стол, и у него острые углы. У меня есть углы, но они, блин, остались в Москве, ну, точнее, вот эти вот насадки на углы, накладки, чтобы Эмми не ударилась головой случайно. Мама их должна нам в посылочку положить, и пока мы Эмми одну здесь не оставляем. Следим за ней постоянно. Ну, здесь вы уже знаете, здесь у нас расположилась сушилка. Опять же, не знаю, куда ее поставить. Может быть, чтобы она здесь не мозолила глаза, поставлю ее во вторую спальню, где никто не спит. Может быть, туда поставлю. Здесь у нас пока тоже стоит гладильная доска, но здесь мы планируем поставить Сережин рабочий стол. Нам надо его купить. Вот такие вот у нас стеллажики здесь. Особо поставить сюда нечего. Вот сюда вот иконы я поставила. Здесь какой-то декор. Также на уровне Эмми, получается, ее книжки. Также вот здесь тоже для рисования все. Фломастеры я отнесла на своб. Фломастеров у нас не будет, потому что диван, и я очень за это переживаю. Также у нас там песочек, в который мы будем сейчас играть, да? Пойдем дальше покажем нашу квартиру. Пойдем. Здесь расположилось рабочее место для Эмми. Там машинка, и там часть от пылесоса. В общем, все по углам. Ай, да, и самое главное, что здесь такая люстра шикарная вообще. Она имеет три положения. Вот это вот нейтральное положение мы чаще всего его включаем. Вот. Ну и вид из окна здесь вот такой. Получается, на холл, на дорогу, если так можно сказать. Вот. Ну а здесь уже вид на горы, которые, блин, просто мне безумно нравятся, вдохновляют. Это, конечно, плюс нашей квартиры. Сейчас мы поговорим еще о минусах. Здесь вот у нас уже наше барахло валяется. Пойдем, Эмми. У нас два балкона, кстати. Вот это был первый. Вот наш коридор. Здесь у нас расположился Wi-Fi. Это комната, прям даже стыдно показывать, но я покажу. Это комната Чувана. Здесь у нас просто коробки, которые мы что-то пока, не знаю, не сложили. Просто я все закинула. Да, и еще хранится вода. Потому что здесь, я так понимаю, это будет частая история с отключением воды. Ну, я надеюсь на то, что все-таки нет, но мало ли будет. Сереж, я захожу, можно говорить? Да. Вот Сережа у нас сейчас работает здесь, так что мы просто быстренько, аккуратненько пройдемся. Здесь у нас кухня. Кухня темная. И это, конечно, что-то, что-то нечто. Потому что сегодня я уже отмывала вот здесь вот разводы, вот там вот. Али, 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 али. Очень удобный такой подход, как к холодильнику, только с такими сухими продуктами, скажем так. Вот здесь у нас холодильник. Конечно, да, в идеале здесь вместо фэри поставить какую-нибудь классную такую дозатор, чтобы все красиво было. Но все пока, ну, со временем, в общем, придет. Вот здесь у меня такой коврик я купила для того, чтобы сохла посуда. Вот тут вот тоже она у меня стоит. Посудомойки, к сожалению, нету, но ничего страшного. Здесь у нас стол. И пока он стоит таким образом, я его планирую все-таки развернуть вот так, посмотреть, как будет. Потому что здесь места достаточно много. Вот, никаких штор не было. Такая вот у нас люстра здесь интересная. Вот, и да, Сережа пока работает здесь. Потому что пока негде. Самое удобное место. А, и да, точно, забыла вам сказать. Если вы слышите этот писк, а вы его по-любому слышите на протяжении всего этого видео, то это наш бойлер. Это самый большой бойлер. Самый большой минус пока, на мой взгляд, потому что он свистит. И что-то один раз приходил уже наш арендодатель, ну, пытался что-то, в общем, там, подкрутить, чтобы он не свистел. Но все равно опять свистит, когда мы чуть-чуть уменьшили температуру. В общем, да, должны еще прийти мастера и дочинить эту штуку, потому что это невозможно. Мне это очень бьет по настроению. А здесь у нас ванная комната с туалетом. Такая вот душевая, самая обычная. Кстати, да, второй минус. Душевая протекает. И мы это как бы поняли в самый первый день. Ну, мы тоже об этом скажем. Не знаю, что они сделают. Разбирать душевую тут прям вообще как-то не хочется. Вот, ну, машинка стиральная. Также у меня корзина здесь стоит. Именно горшочек здесь будет стоять. Вот, ну, полотенцесушитель. Все стандартное. Классно, что здесь под раковиной есть такая тумбочка, которая вот выдвигается. Там у меня тоже вся какая-то косметика, еще что-то. Ну, в общем, очень это удобно. Лампочки очень холодного света. Не знаю, на видео выглядит не так, но в жизни все прям синюшное. Эми, пойдем дальше. И здесь у нас две комнаты. Мы сначала жили в этой комнате. Мы сначала заехали сюда, потому что здесь стояла детская кроватка. И, ну, как-то сразу было понятно, что мы заедем сюда. Но так как здесь окна выходят на другую сторону, здесь у нас получается только рассвет. И все. А весь день солнце сюда не попадает. И для меня, скажу честно, эта комната прям, ну, темновато. Да, здесь, конечно, большая кровать. Здесь удобнее спать с Эмми вместе. И даже матрас какой-то поудобнее. Но, не знаю, эта комната прям темновато для меня. Вот здесь такой стоит комодик. Здесь у нас пока какие-то полотенца, да, наши. Не знаю, я еще пока думаю. Может быть, мы обратно вернемся сюда, потому что сейчас пару ночей прошло. Эмми, конечно, очень плохо спит. Эмми, конечно, очень плохо спит в своей кроватке. На кроватке 140 сантиметров мы прям все не помещаемся. Вот здесь такой шкафчик. Тоже у нас там какие-то вещи, подушки, одеяло. И сверху расположилось детское именно кресло, в которое она уже никогда не повестится. Вот. И вот это моя самая любимая комната. Ну, во-первых, вид, девочки. Просто посмотрите, какой вид в этой комнате. Я думаю, что каждая здесь захотела бы остаться. Мы с Эмми здесь, в принципе, много времени проводим. Ну, то есть мы не то, что там сидим постоянно в гостиной и здесь только спим. Нет, здесь мы... Нам почему-то нравится здесь проводить время. Поэтому... Да, но эта комната намного меньше, но и она как-то, не знаю, уютнее, светлее, и мебель здесь светлая. Вот. Здесь, получается, у нас что? Комод. Зеркальце. Здесь у нас именно вещи, потому что... Потому что они пока никуда не влезают. У меня идея такая сделать деревянный рейл. И вообще на видео выглядит все, что это очень просто. И, в общем, да, я хочу сделать рейл под нее, под ее рост, чтобы она смогла сама брать вещи. В общем, я планирую его поставить сюда. Вот. Он как раз был бы напротив кроватки. Такой вот деревянный рейл. Здесь наша кровать с этим моим самым любимым постельным бельем. Выглядит вообще шикарно. Я его заказывала с Wildberries еще когда в России была. Единственное, что она, конечно, чуть-чуть жестковата, но, может быть, его нужно просто несколько раз постирать. Тогда оно станет немножко помягче сам этот хлопок. У Эми в руках, кто помнит, кто смотрит нас с самого начала, это ночник, который мы использовали. Когда Эми только-только родилась. Ну, и сейчас тоже решила его включать. Там у нас две тумбочки. Ну, тут в основном именно вещи, которыми мы пользуемся. Там подгузники и все такое. Увлажнитель воздуха сюда поставила. Здесь именно кроватка. Кроватка такая. Плюс-минус нравится, плюс-минус не нравится. В общем-то, эту кроватку нам отдали как раз арендодатели этой квартиры. Они спросили, вам надо. Мы говорим, да, давайте. Вот. Если помните, опять же, в Москве я покупала Эми белую такую кроватку. И мы ее планировали сюда привезти. Планировали как раз привезти в новую квартиру. Но так как они предложили этот вариант, мы решили не привозить. Но у этой кроватки есть несколько минусов. Она классная. Она маленькая, удобная. Она низкая. То есть Эми сама на нее забирается, слезает. И вообще не страшно. То есть с нее упасть вообще не страшно. Но то, что здесь сделаны только два мини-бортика, вот этих, это, конечно, жутко неудобно. Потому что ночью она тупо сваливается с этой кровати. Эмечка, я тебе уже дала одну. Я тебе уже дала, зайка. Сейчас яблочко тебе дам. Подожди, сейчас мама снимет, и я тебе яблочко дам. Вот. И получается, она ночью тупо сваливается с этой кровати. Я, блин, встаю, ее когда-то там ловлю, перекатываю обратно. То есть если бы были бортики более такие продольные, а на нашей кроватке, которую я купила, как раз-таки бортики по всему периметру, кроме вот этой вот маленькой части у ног. Вот. То есть как бы просто забираться ребенку и, соответственно... Всем привет. Мы приехали на старую квартиру. Сейчас будем убираться, и все. Потом сюда уже только Сережа вернется, чтобы ключи отдать. Я уже сюда не планирую возвращаться. Короче, оцените мою прическу. Я сделала прическу в стиле вот этой вот Беллы Хадид. Вот этой вот Беллы Хадид. Короче, я очень долго с ней мучилась, с этой прической. Но вроде бы получилось не прям плохо. Вот. Но надо, походу, еще примеры... Так, у меня ключи, я открываю. Мы тут с Алисой. Не знаю, слышно меня будет или нет. Мы пришли во фраме Койпаста покушать. Приятного аппетита. Мы с Алисой решили пойти прогуляться до Кондо. Конд — это вроде как старый Ереван. Может быть, я попозже найду побольше информации про него. Вот. И будет интересно, что мы туда дойдем, что там будет. Конд — это один из старейших кварталов Еревана. И я так понимаю, что он сохранился по сей день. Первые упоминания об этом районе еще идут где-то с 15 века аж. Ну, конечно, я думаю, что что-то претерпело изменения. Но в целом было очень интересно посмотреть, как все тут у них устроено. Очень узкие улочки. На данный момент сейчас тут три главных улицы. Это Конд, Руставели и Симеон Ереванцы. Район этот очень маленький. Мы быстро его прошли. Но в целом было интересно. Посмотрите, куда нас вывел Конд. В какое красивое место. Заброшенное. Там заброшка прямо. А, это вот этот вот. Заброшенный здесь парк аттракцион. Ну, вид красивый. Там мы хотим найти место, где покушать вкусненько вот этих вот круассанчиков. Я уже свой уронила. Вот, сейчас куда-нибудь присядем. Ух ты! Типа машина по нему уже не ездит. Нет. Да. Мы тут Сэмми на новой кухне готовим. Вкусняшка у нас сейчас будет перевернутый сливовый пирог. Как правильно говорить? Короче, тесто. Сливы карамелизированные. И сейчас увидите, в общем. Вот эти ребята. Вот эти ребята. Ребята тоже будут кушать. О, какое у нас тесто густое получилось. Птица. Птица-тица-тица-тица. Ой. Птица-тица. Ребята. Ребята, посмотрите, какой у нас пирог. Ребята, котята. Опять катались. Ребята, ребята, котятся. Ребята. Эмми рассказывает сказку. Вы послушайте. Я хочу вам. Ребята. Родились у нас. Котята. Их по счету ровно. Котят. Пять. Мы решали. Котали. Как же нам, котят? Пять. Наконец мы их. Раз, два, три, четыре. Вот. Так. Ну вот. Все. Тесто я залила. Сейчас отправляем в духовочку. Ну вот такой пирог перевертыш у нас получился. Ну вообще, я думала, он будет посимпатичнее. По крайней мере, на видосе он намного был симпатичнее. Но я думаю, что от этого он не менее вкусный. Мам, вкусно. Он горячий очень. Сейчас остынет, и мы с тобой вместе обязательно все попробуем. Это просто невероятно вкусно. Я от всей души рекомендую вам приготовить вот этот пирог. Он настолько нежный. Вот это тесто, это просто что-то нереальное. Но по рецепту там 120 грамм муки, я добавила 100 грамм муки. То есть я уменьшила муку и уменьшила сахар в два раза. И вообще супер. Приятного аппетита. Угу, приятного аппетита. И сверху, ну это я так чисто для себя, у меня просто сливки оставались. Еще чуть-чуть сливочками. Вот, Эмми у нас без сливок ест, но ей тоже очень вкусно. Пей молоко. Пей смесь свою. На, ну что же сейчас будем укладываться? Мы тут ко сну готовимся. Эмми пытаемся приучать спать в своей кроватке. Вот, конечно, одну ночь она проспала, вторую ночь она спала со мной, с нами. И вот сегодня будет третья ночь, и я все-таки постараюсь ее в этой кроватке держать всю ночь, потому что пока силы есть, скажем так, силы. И вот этот вот ночник зарядила. Помню, что мы его использовали, когда я имя была совсем маленькая, когда я только родилась. Вот так же сюда встал отлично вот этот вот увлажнитель воздуха. Но ночью я все равно выключаю, потому что светится вот это вот от него, конечно, спать невозможно. Ну так, вечерочком включаем. Все, спать. Спокойный, дайте всем. Ты моя сладость. Как я тебя люблю сильно, мое солнышко. Люблю, люблю, люблю. Люблю. Все, ложусь, сейчас я тебе сосу помою, мы еще, конечно, сосы засыпаем. Сейчас я сосу помою, лежи, не вставай. Я не могу это очистить, что она сейчас закручивалась в этой шторе. В волосы, честно. Сэмми, блин. Ку-ку, покажись. Ты мой одуван? Волосы такие. Ой, не могу. Сэмми пришли в парк первый раз. Парк называется Тумо. И идти нам от дома до него где-то минут 15, 15-20, наверное, так скажу. Где-то в гору, где-то с горы. Вот, еще подземный переход нам тут пришлось пройти. Там дальше качели. Вот, вообще, летом, когда здесь хорошая погода, здесь часто собираются на пикники. Все лежат вот на вот этой полянке, расстилают какие-нибудь пледы. Вот, мы тоже были в этом парке, когда Эмми была совсем маленькая. Не помню даже, сколько ей было. Она, по-моему, даже еще не ползала у нас. Я помню, мы здесь отдыхали. У меня даже во влоге есть. Эмми, пойдем на площадку, где карусельки, качелики? Пойдем на качели? Вот наши любимые качельки. Кач! Кач! Тут даже несколько площадок, но так как холодно, народу очень-очень мало. Мы пришли, здесь было несколько колясок, но все уже ушли, потому что, ну, правда, очень холодно. Я думаю, что мы сейчас тоже где-нибудь еще минут 10-15 и пойдем. Прям холодно. Если честно, я до сих пор не могу привыкнуть к этому виду. Просто горы, как на ладони. Я тут на днях заказала Эмми балансировочную дорожку, потому что увидела в Инстаграме у девушки, что она развивает крупную моторику у своего ребенка. В общем, она показывала несколько занятий и увидела я у нее вот такую вот штуку. До этого я вообще даже не знала о ее существовании и решила заказать. Сейчас посмотрела пару упражнений. Мы с Эмми пока не занимались на ней, просто, ну, просто ходили, потому что я не знала, какие упражнения можно с ней придумать. Вот. И сейчас нашла информацию и хочу вам заодно тоже показать. Она получается обычная пластиковая, здесь такие вот пупырки. Вот. Стоила она, в принципе, недорого, поэтому могу вам оставить. Не знаю, я ее на зоне заказывала. Может быть, ссылку просто оставлю в описании, потому что я не помню, как на зоне там, есть ли у них там артикулы. Ну, короче, начинаем. И самое первое задание у нас будет просто пройтись. Давай, вставай. Давай, я пока тебя держу. Давай, я вот так вот буду держать. Давай, а ты балансируй. Я хочу. А сама попробуешь? Давай, теперь сама в другую сторону. Давай, я тебя буду за одну ручку держать. А то отсюда начинаем. Давай, теперь сама иди. Вот. И ты идешь. Ух ты. Держи равновесие. Ручки расставляй в сторону для того, чтобы держать равновесие. Молодец. Молодец. Второе упражнение это пройтись уже не по прямой получается, а по дуге. Давай. Давай. Держись, держись. Вот, молодец. Давай. Давай, давай. Вот, молодец. Теперь в обратную сторону. Я не знаю, я не знаю. Умно. Тихонько вернусь. Смотри, котик. Молодец. Катай трактор по дорожке. Он должен у тебя всю дорожку проникнуть. Вот. Вот, молодец. Едем, едем, едем дальше. Здесь, в этом упражнении, еще развивается, ну, в общем, ползание. Вот. И теперь в обратную сторону. Обходи. Обходи. Ты с другой стороны. Теперь на четвереньках проползи. Вот сюда. Ползай, 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 ползай. Опа, опа, опа. И с другой стороны. Давай вот сюда. Да. Вот сюда. И теперь давай машинку на трассу. И машинка должна проехать всю трассу. Ну что, поехали? Мои, жирки, дай трассу. Давай. О-о-о-о. Давай до конца. До конца трактор должен доехать. Виси, виси в трактор до конца. А-а-а. Вот так. Умничка. И молодец. А теперь другой ножкой. Вот этой ножкой. Смотри. Вот этой ножкой теперь вперед. Вот так. Молодец. В обратную сторону пойдем перешагивать? Давай теперь в обратную сторону перешагивать. Давай, перешагивай. Нет, нет, нет. С другой стороны. В обратную сторону идем. Вот сюда вставай. Вот. И перешагивай. Делай шаг. Вот какой шаг. Шаг. И еще раз перешагивай. И еще. Вот сюда. И вот сюда. Молодец. Смотри, вот мы сейчас, ты встаешь на ячейку и называешь цвет. Какой это цвет? Синий. Это зеленый. Синий. Оранжевый. Часа ожидания не валились вставать. Маму это целую. Это оранжевый. Зеленый. Оранжевый. 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 Синий. Синий. Оранжевый. Оранжевый. Зеленый. 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 Синий дальше. Оранжевый. 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 Жабудь, а что кушает? Посточек. Посточек. Ими. Что ты сейчас мне говорила, Жабудь, а что кушает? Кушает обед. Обед. А что в тарелочке ты положила, Жабе? В тарелочке. супчик-то и положила-то говорила хорошо мы уже если честно на полном серьезе сереже разговаривали о том чтобы завести нам жабу домой даже уже посмотрели какие-то видео типа самые простые жабы не знаю в применении в общем содержание и так далее но все равно это очень тяжело там ей нужно целый аквариум террариум нужно там проди поддерживать влажность температуру не знаю плюс кормить ее нужно не каким-то там сухим кормом реальными всякими жучками паучками и это прям не знаю хотя идея хорошая я думаю что имя была бы просто счастлива если мы завели реальную жабу я думаю она бы время там проводила постоянно рядом с ней плюс это не какое-то такое животное которое там может что-то испортить сломать вот но это что-то такое необычное не знаю короче пока смотрели информацию пока дальше не двигаемся в этом плане но честно говоря хочется какое-то животное для ими завести потому что ей очень нравятся кошечки собачки она кайфует от всего этого вот но не кошечку не собачку в эту квартиру мы к сожалению завести точно не сможем если только опять же если мы еще год будем жить здесь и через год переезжать другую квартиру где там разрешат либо кошечку лесу либо собачку но не знаю это это будет прям очень затратно скажем так потому что любое животное в любом случае требует к себе там не знаю какие-то осмотры ветеринарку прививки может заболеть также как ребенок и это реально еще плюс там не знаю большая статья расходов плюс еда ну в общем будем думать а вообще хотела еще обсудить такую тему многие мне под прошлым влогом написали что эми хорошо разговаривает спасибо вам большое за такие комментарии для меня на самом деле это обыденность то есть я честно могу сейчас признаться что не считаю что эми там прям как-то супер круто разговаривать то есть я думала что у всех дети плюс-минус так разговаривают потому что когда ну что-то у твоего ребенка получается ты думаешь ну наверное у всех так и послушав какие-то истории я поняла что ну не у многих дети так разговаривают у кого-то там вообще до двух лет молчат ничего не говорят и меня спрашивают что мы делали для этого чтобы она у нас так хорошо говорила вот честно мой ответ будет короткий и простой мы не делали ничего она у нас просто сама так говорила все что я делаю делает мне кажется любая мама со своим ребенком мы разговариваем с ней мы обращаемся к ней не знаю чем-то ее прошу мы в свое время где-то с шести месяцев может быть даже раньше мы читали ей потешки книжки потешки вот именно короткие стишки которые такие очень звонкие такие приятные на слух мы ей их читали очень много потому что она с них успокаивалась поэтому мы там время на коврике постоянно читали то есть это даже можно посмотреть во влогах может быть это как-то сыграло роль каких-то специальных занятий у нас не было с ребенком то есть да мы ходили в бассейн да мы там один раз ходили на гимнастику но я не думаю что это как-то могло повлиять вот я с ней занимаюсь дома ну как бы мне кажется как и все мамочки то есть какие-то игры какое-то взаимодействие какие-то развивашки все вот чисто на домашнем уровне то есть у меня нет никакого образования я не логопед я не преподаватель я просто мама вот поэтому да я стараюсь чтобы она у меня ну везде все попробовала не знаю тот же кинетический песок вот на бабушка заказала крупную моторику я сейчас стараюсь развивать заказала ей даже этот корзину баскетбольную куда ей мячик бросать надо будет сейчас она уже приехал на просто пойти забрать вот потом что ну стараюсь в общем по максимуму какие-то ролевые игры мы стараемся играть но в основном это чтение то есть прям ей это очень нравится также она у нас уже наизусть знает все эти потешки которые мы из 6 месяцев и читали вот так что да вот ну как то это само собой получилось поэтому какого-то ответа я вам к сожалению какого-то секрета я вам не расскажу вот так что так вот